интернет мы вам здрасте с вами снова василий рулем life и ребятушки друзья наши подписчики наши любимые вы давно мне пишите о том что у вас с александром только склейки давно не было живых видео по скайпу либо там зуму или как-то еще и вот наконец-то мы сегодня собрались собрались наконец-то долго не было возможности и вот так получилось да но ребятки но объяснил суть у нас сегодня все это не просто так у нас есть коварный план мы же люди-то коварные как вы давно в комментариях пишите алчные попросайки так что там еще про нас писать ну короче много чего писать вот не суть это так короче ребят план банан план такой день когда вы смотрите это видео это 20 собственно января утра до 10 утра а выходит это видео вы сейчас значит посмотрите это видео сделаете там для себя какие-то выводы и так далее и напишите комментарии до своих на ютубе там и везде мы эти комментарии прочитаем сразу же и в этот же день сегодня 20 января в 15.00 по московскому времени у нас стрим и эту тему из этого видео мы продолжим развивать уже на стриме основываясь на ваших комментариях ваших ответов и так далее ну и соответственно на ну в чате как-то будем эту тему на стриме развивать да ну очень короче вот такой вот у нас план мы начинаем саша у нас сегодня задает саша у нас сегодня задает тему вот я так только приблизительно ее знаю вот ну в общем короче саша слов это хорошо что мне слова потому что я давно уже это самый плане ровно тему записать с собой да потому что это очень таки важно да для социума и тема у нас сегодня пойдет про наркотики да про именно который употребляют наркотические вещества про наркоманов но какая мысль преследует меня да то есть что из чего это вытекает почему люди употребляют наркотики из-за чего это происходит то есть если вот этот знать вот эти как говорится правила да то есть и это будет меньше суть этого видео чтобы как можно меньше было все таки и людей которые употребляют вообще наркотические вещества любые будь то там трава какая-нибудь или еще что-то то есть и вплоть до сильно действующих вот поэтому в том что я хочу просто поделиться своим мнением как я считаю вот откуда вот это все берется да то есть что это этим движет поскольку у меня был опыт два моих знакомых употребляли эти вещества значит один употреблял сам боли вот это все был товарищ был из детского дома да и как бы мы с ним что-то разговаривали и он начал сначала он начинал такие команды вот и мы с ним разговаривали я говорю а чё почему ты начал вот ну для чего тебе это надо то есть ты же понимаешь что это ты себя сознательно убиваешь да то есть я считаю что это очень когда люди употребляют наркотические вещества это очень быстрый путь к смерти так сказать и он мне тогда сказал одну вещь что а он был бы соответственно семья у него была не не благополучная у него была только мама соответственно алкоголичка да то есть употреблял алкоголь и отца у него не было то ли убили то ли посадили это я уж не помню но суть в том что он не до то есть не доедал не вообще ну то есть не материнской ласки ничего он любви не чувствовал да то есть он не чувствовал что он нужен кому-то да то есть и он говорит вот и вот это вот сподвигло а самое интересное что что это ну люди которые занимаются такой ерундой да то есть какой-то он начинал с травы и там торговали собственно говоря люди прямо у школы и как это происходило то есть они видимо выслеживают таких людей которые именно не благополучные люди да которым это надо я считаю что вот хоть убейте меня что я считаю что человек у которого ну то есть он самодостаточный он как бы любящий в семье там и так далее он не будет заниматься вот этой ерундой не нужно будет если он хорошо ориентируется в социуме у него много друзей и так далее он найдет всегда чем заняться почему меня сподвигло на эту тему вот ролик потому что очень много молодых людей сейчас именно от этого гибнет и так далее то есть просто сами себя убивают это просто люди те которые забили на себя полный и жирный хуй по честному сказать это точно ну смотри ты все основное да сказал или ты еще хочешь что-то сейчас добавить еще добавлю исходя из того что он говорит я понимаю что и он да я понимаешь что это человек который сам из себя он вроде как бы человек а я уже не хочу жить он понял что он уже начал это дело он уже не остановится там ни семьи ничего нет да как бы он не хочет это уже не сможет он уже соскочить потому что он уже после пересел на героин то есть этот сами а соответственно такого химнодействующего наркотика вообще трудно очень никто практически не слезает это единица кто слезает это понятно еще что хотелось бы сказать вот говорят что там вот это делают типа мажоры ну то есть типа у которых денег 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 куренек лиц то есть там папы мамы там обеспечивают они типа не работают и нечем заняться это все билиберда да человек если он начинает это делать он опять же это делает чтобы обратить на себя внимание это значит он не нужный опять же даже если там семья живет в достатке и на мой взгляд даже если есть в достатке есть деньги да семья будет получена и человек решил попробовать это значит на мой взгляд только лишь то что он не чувствует себя нужным и нету любви в семье да вот к этому ребенку собственно и он начинает заниматься такой хуйной короче да это точно смотри я хочу сказать да значит конечно полностью согласен почти во всем по поводу того как 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 ими становятся да сейчас еще такая есть тема как вот эти все снюсы спайсы вот это вот вся хуйня да вот ты сказал такую вещь типа то что этим всем начинают заниматься люди из неблагополучных семей есть один момент люди из неблагополучных семей опять же если что чисто по моему мнению никому не навязываю как всегда свое мнение так далее да это моем наблюдение там какое-то там жизненное да по жизни какие-то и мое личное мнение значит люди которые из неблагополучных семей они как правило сразу начинают с тяжелых наркотиков ну как минимум вот как ты сказал токсикомания это уже все равно будет больше к тяжести да там идет все равно это такое вот а вот эту всю хуйню по типу спайса и всякой вот этой вот жевательного блять табака вот этой всей хуйни вот этой всей вот мелочевки травка хуявка вот это вот все вот это вот да то что полегче как 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 он называется синтетический столь на кодик вот это относится вроде как к этому да вот это все пробуют сейчас все под все подряд даже даже из семей в которых все зашибись потому что это к сожалению среди них считается понтами ну это вот в чем суть а потом уже а потом уже они у них знаешь какая логика срабатывает в голове типа я же вот эту хуйню попробовал со мной же ничего не случилось и начинается вот это вот по ступеньке уже выше просто люди не все понимают что это накопительный эффект более того да тут надо понимать что сейчас очень такой бизнес вот этих вот всяких электронных сигарет скажем так вот этих всех жидкости пои да но по поводу вейпа это вот сюда это не надо привлекать к наркотическим это другая тема не надо мне тут ха ха это другая тема это другая тема нет на самом деле я просто хочу сказать одну вещь это же тоже определенно как бы ну вызывает привычку там и так далее ну кофе тоже давай тогда блять кофе кофе тоже привычка еда тоже привычка пельмени тоже привычка твои любимые это это ты уже пошел не туда Саш да нет я хотел сказать ну я не тратик подожди стопэр вот ты приравниваешь вебик к наркотикам тогда сигареты то тоже наркотики по твоему по твоей логике но не один профессор в мире почему-то не сказал нам что табак там курение что это блять наркотик нет нет это табак во первых то что сигареты и вот эти вот это уже не настоящий табак это все переработано это все химия там все равно ты же прекрасно потому что сюда добавляется что привычка я к чему тебе начал говорить про вот это вот про вейпе именно в подростковом возрасте да то есть то что дело все в том что некоторые вот эти все прибамбасы взрываются во рту у подростков вот в чем дело ну это да да ну это уже мы в другую тему сейчас переходим ну это косвенно скажем так ну да ну да да и вот понимаете в чем дело а самое то интересное что это я возвращаюсь к наркотикам самое интересное что дело в том что сейчас очень такой опять же распространенный бизнес у нас такой нелегальный когда скажем так молодые студенты подростки сейчас живут в телеграм-канале мне лично приходила письмо такого содержания о том что хочешь зарабатывать там хорошие деньги там 40 тыс мне ну мне тоже приходила и немало да 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 а потом выясняется что это там закладки блять надо делать да и вот это тоже ватсапе почему-то именно ватсапе этой херни очень много я не знаю почему не знаю мне через телеграм приходила а мне ватсапе по разу три наверное приходило и многим я знаю что именно на ватсап приходит вот и как бы в этом же страшно что люди то как бы ведутся на это а потом соответственно губят свою жизнь да то есть вот знакомый у меня ну так заочно я его знаю он делал скажем так закладки ну хотел заработать его посадили на десятку понятно понятно поймали закупка и все и закрыли ну естественно а самое главное что там еще и могут соответственно там хранение 228 получается это вообще как бы суть в том что это дело очень такое страшное то есть это быстрый путь как говорится к смерти когда именно употребляешь и так далее я понимаю когда наркотики необходимы когда люди действительно вот именно медицинские и так далее вот больницы ну это ну это понятно тут конечно понятно здесь конечно другая другая тема действительно ну вот это вот употребление попробовать в жизни действительно попробовать все но убивать себя таким способом я не знаю тут вопрос что ну по крайней мере для меня вот назовевает такой вопрос как это все блять остановить это все понятно что это все есть да и все такое что мы сейчас с тобой поговорим об этом мы просто выскажем о ценность наслаждения это от этого ничего не изменится просто может быть да это понятно это будет это есть это то же самое как вот попытаться остановить преступность ну это нереально она была будет и как бы ну да конечно конечно к сожалению к сожалению к сожалению ну наши видео как всегда они направлены на то чтобы может быть у кого-то в голове что-то счет может быть кто-то такой да кто-то задумывается да посмотрит и задумывается я сам бывает смотрю многие какие-то видео ой елки-палки так это же реальная тема то есть ну как бы может быть действительно кто вот думает попробовать там и так далее что этого лучше не делать и так далее может быть действительно у кого-то щелкнет вот именно вот на это направлены наши видео потому что многие вот на самом деле были а ведь суть в том что понимаете в чем дело был еще такой случай у меня у знакомых ну сын у них соответственно подселены наркотики отца тоже не было была только мать работала на двух работах как бы и он как бы соответственно не воспитывался собственно на улице то есть учился плохо в школе и так далее и решил это попробовать делать но потом он так подсел что он начал все таскать из дома то есть такие вот вещи а самое интересное ну а как же понятно когда уже человек садится на это все ему уже надо деньги ему вот вы не положи а как бы ну а где брать брать негде ну вот самое интересное либо по башке значит либо там у кого-то у бабуля у женщин кошельки отбирать или еще что-то и то бывает даже с летальными исходами вот самое страшное что человек идет по улице а у него ему пиро убок чтобы чтобы он отдал все что у него есть потому что доза и самое интересное что за дозу человек который употребляет вещества он все что угодно сделает хоть бомбу он подложит самый вообще страшный пиздец я вот не могу на это даже блять никак смотреть и никак это вот понять и прокомментировать я вот знаю две ситуации тоже своего окружения когда ну как так скажем вот как объяснить короче есть две знакомые семьи примерно моего тоже возраста то есть там пацаны моего тоже возраста ну в свое время они были пацанами сейчас их уже по понятным причинам нет живых вот и вот когда они употребляли а матери в обоих семьях были достаточно не скажу что прям богатые ну деньги в семьях были вот тоже кстати хотят его без отца но без отцов но матеря не сказать что бедные да то есть там чем-то сомневались в общем деньги были вот и самый пиздец смотреть на то как они узнав о том что их дети сыновья употребляют они сами давали им на это деньги а в одном из случаев он тоже сидел за распространение и она возила ему на зону то есть это ну вообще пиздец ну дело все в том что она то может и возила ему но дело все в том что таких очень там там могут собственно говоря и присылать то что ну это понятно но сейчас тема то в том что вот я вот хочу просто сказать о том что как бы ну это пиздец ну это совсем пиздец да с одной стороны понять можно там родное дитё там помирает да там ну а а что делать ну ты бы что сделал на самом деле что сделал если он уже подсел в лечебнице его это так ну это не всегда реально в лечебнице хотя похоже уже тогда лучше сдохнет отломки блять чем так вот ты ну вот ты знаешь ну не ну не собственными руками это блять я не знаю я не представляю это ну это же мать ну как как она может ну блять не знаю это это очень сложный вопрос сложно я не спорю сложно сложно ну мне я блять это а потому что у тебя пока их нету это потому что я не мать да да ну вот будем немножко потихоньку заканчивать мы уже с тобой 22 минуту пиздим я хочу вот что сказать еще под финалочку да все таки опять вернуться к тому что я уже сказал еще раз сказать то что самая главная проблема вот этого синтетических мелких вот этих всех наркотиков типа спайса и почему люди думают что это блять круто вот пацаны вот такие вот 12-14 лет почему блять вы думаете что это круто это нихуя не круто ребят если вот кто то из них сейчас смотрит кто то хуйню сейчас употребляет да ребята это нихуя не круто ну типа это знаешь ты знаешь вот если ты пацан который там или девчонка который вот эту хуйню употребляет да и ты считаешь это круто мой тебе совет поделиться я не знаю блять бабушки помоги какой-нибудь на улице блять или что-нибудь какое-нибудь доброе сделай вот тогда это будет круто блять вот ты со мной согласен Саш я с тобой согласен но я хочу сказать наверное вот мое мнение почему это так это знаешь вот эээ какое-то дурное влияние может быть этих же там одноклассников выделиться что вот я круто один знаешь ну это да да но это же блять не круто на самом деле нихуя не круто один ну в смысле аээ был у меня такой знакомый скажем так я его знаю я его не заочно так сильно он такой говорит ну вот я это он прям гордился тем что он когда-то коволся и соскочил я коволся значит как будто он это не знаю там ну хорошо ну хорошо если действительно соскочил тут конечно опять же респект респект понятно что дело что блять гордиться тут не особо нечем но все равно это как бы значит значит сила воли все таки есть не все потеряно опять может быть он хотя значит не подросток ничего ему уже тридцатка была то есть у него уже дочки были сильные то есть ну как бы может он и не кололся а вообще ну просто так вот я кололся ну я бы решил что это круто знаешь это как пропаганда ау 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 не помню что-то знакомые но это когда то есть сейчас же запрещено это как бы законодательством что там за тюремные понятия за тюремную тематику вот если говорить что это обалденно и что типа подросткам это вот кто-то же знает считает что то же самое что отсидеть в тюрьме это круто станешь авторитетом и так далее ну все я понял понял да о чем в целом понял да это все вот да ну короче черт ребят берегите себя не расстраивайте своих родителей какие бы они не были я как сказал вначале да ну а быть ну как бы большинство все это происходит в неблагополучных семьях да где там мама я не знаю папа пиздит и так далее но все равно все равно они ваши родители и не расстраивайте их своим вот таким вот уничтожением себя в общем всем желаем быть здоровыми позитивными и спортивными да Сань да я еще могу сказать самое главное вы поймите когда вы действительно начинаете это если у вас кто-то есть все равно какие-то там родственники знакомые друзья не может быть чтобы у человека совсем кто-то все равно есть и все равно они за вас переживают то есть вы губите свою жизнь например а если есть еще и родители да там дядя тетя и так далее они все равно на вас тоже переживают и тоже вы скалечите в том числе и жизнь их да 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 совершенно верно полностью согласен вот ну что ж а чего ты хотел сказать всем хочу пожелать чтобы вот все таки не было как можно меньше было таких ситуаций когда мамы вынуждены последние отдавать там вам потом передачки на зону и также самое интересное для родителя очень страшно хоронить своего ребенка вот задумайтесь и почему-то люди когда начинают что-то либо делать там какой-то ну то есть то что незаконное то что нельзя то что он бредит говорит со мной ничего не будет это будет не со мной это бы другим так было вот это значит когда кто-то например пьяный за руль сел а я я-то не попаду в аварию это обалденный мужик ну это да обалденный мужик вот вот такая вот история ребят поэтому всем удачи добра да ребят будьте собственно здоровы берегите себя во всех аспектах вот всем желаем счастья здоровья и отличного настроения приходите сегодня на стрим в 15.00 по московскому времени вот ну а те кто смотрит это видео уже ну потом да после стрима и так далее просто смотрят как видео вот всем удачи опять же да добра и позитива и до встречи в следующих видео всем пока 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 что не